Старт дня на ESL One Hamburg 2019 можно назвать шокирующим. Virtus.pro проигрывает игру команде Viking GG, но нас ожидает вторая карта. Перед тем, как обсудить ее со студией аналитики, напомним вам, уважаемые зрители, что в данный момент подходит к итогу своему конкурс MVF. Остались последние дни голосования, в рамках которого вы можете определить самого ценного болельщика киберспорта. Описание конкурса вы можете найти как в описании нашей трансляции, так и в чат-боте. Выбирайте одного из трех финалистов, отдавайте свой голос и определяйте, кому же достанется Mercedes A-класса. Вот такая вот активность у нас проходит на протяжении трансляции всей, не забывайте про нее. Ну, господа, я так полагаю, что вам есть еще что сказать по поводу первой карты. Я вижу на ваших лицах, что не все еще высказано, да? Да, что Mercedes A-класса и Virtus.pro так много кто не забрать. Да, на самом деле у них сейчас положение в группе не очень, 2-3 они идут, и им предстоит в первой половине этого дня сыграть еще одну игру против Viking GG, а потом следующий соперник их Beast Coast, некогда Катабургеры и некогда Infamous, с того самого International, который закончился относительно недавно, этим летом. Поэтому день достаточно серьезный, и никак нельзя отдавать эту карту, ведь система ESL предполагает то, что две команды не выходят из групп по ее итогу, а в Озеро тоже как-то выходить не хочется. Да, их еще альянсы ждут, с кем-то все равно придется повоевать, это будет тяжело. Ну, итак, по первой игре мы увидели, что достаточно бодро играет четверка в команде у Viking GG. Кого-то еще по итогам первой карты вы могли отметить как хорошего игрока? Боунсел, например. Я бы дровку выделил, что его очень плотно прессировали на линии, но он не растерялся, дофармил свои, в итоге вынес нужные слоты, скажем так. Он не растерялся, ушел в лес на 20 минут и вернулся. Ну, он не растерялся, все правильно. То есть он мог прийти дальше на линии на линию фидить, но он справился. Потому что линия была очень сложная. Ты приходишь, стоишь, никого не трогаешь, у тебя ноль скиллов, у тебя у тиммейт ноль скиллов, которые могут дать какой-то стан или еще что-нибудь, замедление какое-нибудь, и в тебя влетает тени, закидывает, в крипов тебя хили дазл, ты погиб. А в лесу было нормально. Да? В лесу было хорошо. Берешь лавал 6, ты победил в доту. Получается, недостаточно агрессировали в мидгейме Virtus.pro, не находили эту дровку. На пару раз слишком агрессировали. То есть у них драфт на том, чтобы дофармить и выиграть. Если у Бристалбека будет 3 слота, и у тебя 4 слота, ты его сделаешь. Если у него будет 3, и у тебя будет 1 или 2, ты ему проиграешь. Агрессировать нужно в нужном месте в нужное время. То есть агрессировать нужно в лесу, где они находят дров рейнджер, который фармит лес. А вместо этого они лезут под вышку, и все команды там умирают, еще и тратят байбеки. Соответственно, здесь агрессия агрессирознь. Господин ведущий. Это принято. Ну, в общем, открывающий драфт был достаточно неплох, и Мирана, казалось бы, не так опасна. Дима, сам ты говорил, что вот эта инициация, можно ее делить на 2, потому что получится, не получится. Но в данном моменте получилось 90% стрел попасть в соперника, поэтому достаточно... И это заслуга Virtus.pro. Я тоже самое могу сказать и про Инт. То есть там летали стрелы, которые вообще все видели. Ну, абсолютно каждый игрок ее видел, но Рамзес ее ловил. То есть можно сказать, что это Мирана красавица, такую стрелу классно закинула. Или это Рамзес. Не батя, или там, назовем другим плохим словом, поймал эту стрелу. В итоге всегда есть две стороны. С одной стороны люди говорят, что Мирана красавица, а с другой стороны люди говорят, что человек дно. Хорошие крайности. Мне нравится. Ну, это я вкратце выражаю мнение аудитории. И здесь то же самое. Ты можешь говорить, что Мирана молодец, кинул стрелу. И можешь говорить, что игрок молодец, он поймал стрелу. Глаз народа, Дмитрий. Да. Обличает, срывает все надрывы. Хорошо, Дима. Закрывает все покровы. Мы привыкли к твоему достаточно острому мнению и к твоему имени в заголовках после этих высказываний. Итак, давайте подумаем драфт, который мог бы быть оптимальным для Virtus.pro в этом составе с тем пулом персонажей, которые мы видели в их исполнении и на квалах. Я удивлюсь, как и Ликантрог. Ликантрог был в бане, мне кажется. Много сирена, поел попробовать все-таки оттолкнуться от того, что их эпилептик проехал внутрь состава на иллюзионистах. Они что-то пока в бароне слабенькие, они такие сидят, что-то формят, их там гангуют постоянно, их убивают. Из-за защиты они играют весьма слабо. И в ситуации, где нужно спокойно посидеть под вышкой минут 10 и дать тинкеру нафармить хотя бы один слот, допустим, аганим, они идут и умирают все команды. Соответственно, здесь вместо тинкера лучше какого-то драгоната взять, допустим. Просто нажимаешь форму, нажимаешь стал, ломаешь вышку. Они так уже играли вчера. Игра была шикарной, божественной. Ведь дело говорит, Диман, они же сами давали интервью, что мы будем играть агрессивно и так далее. И потом тинкер появляется. Что это такое? Ну хорошо, агрессивная игра и тинкер к этой агрессии подключается. Похоже на план. Возможно. Но при этом колы. Есть у нас дроу-рейнджер, которая выкачивает леса. Мы ее не атакуем. Значит, получается, что в команде неправильные колы, неправильное определение целей в данный момент. Или я что-то путаю? Не совсем так понимаешь, что иногда знаешь, что дровка в лесу, но ничего ты не можешь сделать, потому что бегаешь за ней, ты, скорее всего, потеряешь больше, чем она пусть от своих действий. То есть если она есть какой-нибудь баунти-хантер, который сидит уже у нее на лице, дает информацию, дает ей тычку с инвиза, то залетает санстрайк инвокера. Это так вот мешать ей можно. Если ты должен взять какого-нибудь агромагу, ввести с линии, найти дровку, дать неустанно, но бежит, ты доверяешься на линии обратно, это уже не очень выгодно. Они не то чтобы могли что-то сделать с дровкой, они могли запереть противника на базе, подъезд немножечко аккуратненько, не залезая под Т2 далеко, куда-то не умирая, и на плюс слотах потом уже спокойно выиграть, просто противник без скилов и этим файт не выиграть на равных слотах. Тот же самый драфт, но мы меняем тинкера. Была бы какая-то победная стратегия в вашей голове, она рисуется? Ты кого угодно берешь, такой же хороший герой для доминации, вместо дазла, дазла в мид и все. Не надо ничего менять, не надо ничего придумывать. Любого инициатора. Условно регионку. Кого угодно. Взял и понеслась, а акса берешь. Отличный герой. Разворачиваешь бристлбэк и бьешь ему лицо. Ну давайте посмотрим, какие выводы сделает Virtus.pro на второй карте. Дим, ты сам говоришь, это начало дня, поэтому что-то сложно спрогнозировать. Возможно, сейчас все будет гораздо лучше. Я-то ошибся, я это признал. Ничего страшного, я тебя не обвиняю. Люди ошибаются. Я тебя не обвиняю, Дим. Люди ошибаются, что поделать. И заметь, не только я еще, и Митя ошибся. Да, да. Но я решил не акцентировать внимания. Не, Митя, я как раз уже обвиняю в его ошибке. Нет, ты просто на его ошибках не акцентируешь внимания, потому что вы кореша какой-то, понятно? Четко. Он нас прочитал, не меняем стратегию. Итак, Undying и SkyRef Match. Странно, что они не берут Мирану. Только что Мирана им игру выиграла, а они ее не берут. Слишком много станов в команде будет. То есть они реально не взяли того героя, который, грубо говоря, выиграл игру, которого номинировали на MVP. И сейчас идет SkyRef Mag. У тебя есть парень, который хорошо играет на PathMe. Он тебе выиграл игру и говорит, сейчас вот чувство, вот вижу этих двух героев, дай мне Sky, я развалю. Ты же не будешь его после первой игры в чем-то обвинять или не слушать? Нет, конечно, нет. Если он в прошлой игре, например, тебе сказал, дай PathMe, я их развалю. Далее PathMe, я развалю. Я очень люблю строить гипотетические догадки, что они там могли бы выиграть. Я просто говорю, что парень на Миране развалил, развалил Солянова всю карту. И там еще было плюс четыре героя. Сейчас мы видим SkyRef Mag, непонятно вообще под кого. Дим, тут такая работа в студии аналитики. Тут все-таки гипотезы надо строить. Некоторые под графом особенно, да. Не слышал про такое, нет? Нет, про такое первый раз в жизни слышал, Дмитрий. Я по факту. Ты только по факту. Я работаю по факту. Договорились. Гипотетический аналитик и фактический аналитик. Все для вас. Продолжаем работать. Ну, как мы видим. В целом Sky с Сайленсом, это его главная, возможно, фишка на старт игры. Потому что ты видишь, он не найдет какого-нибудь. Можешь давать кого-нибудь там га или сейв, ты кидаешь у него Сайленс моментальный. И он его не дает. Возможно, суть в этом, что он именно закрывает кого-то героя на Тимфайт на замес. Возможно, у них мидер хорошо играет. Кто ж его знает-то? Ну, в этот раз решили Virtus.pro Cora рано не открывать. Хотя мы уже видели в исполнении Virtus.pro OmniNight на Эпилептикиде. То есть здесь он тоже оказывается вариативным. Но там, по-моему, игра неала победы. У нас четыре игрока Virtus.pro. Один уехал разваливать EG, второй уехал разваливать Na'Vi успешно. Играли на OmniNight. Поэтому тут вариантов много. Они, кстати, и с Oloch'ем баловались на OmniNight. Да, да, да. Было дело, было дело. Но OmniNight очень полезный герой-бафер. Хотя здесь скорее Solo будет играть на этом котле. Кого откроют следующим Virtus.pro? Какую линию покажут? Я бы сказал лишь Акану, к счастью, его забанили. Что-то у нас осталось для Rizoli? Что они тестировали, многое часто брали. Акспуш тоже убрали? Я бы Rizoli Omnikу дал, и все. Здесь скорее герой для Сейва должен появиться. Двум кором и победка. Не? Просто на кора это... Да нет, ну его начали. Слишком нежадный герой. Rizoli очень любит пофармить и пытается забирать много фарма с карты. То есть и лучше команде подстроиться под него, чем ему подстроиться под... Пока получалось так. Потому что у тебя только что была игра, где ему не дали пофармить, и что он сделал. Где он сам, наверное, не нашел того пространства, откуда ему вынести фарм все-таки. Я не думаю, что они очень много доказала на... Ну ты приходишь, говорит, что мои крипы, приходит мидер и говорит, видел меня? Видел мою бицуху? И как бы... Уже тинкер фармит. Вот смотрите, Mirana теперь у Virtus.pro. Сейв будет, да, не играть. Посмотрим, как стрелами будут попадать в обратную сторону. Может быть и мид, Патма. Может быть и мид, соглашусь. Какой-то тонкая, что-то вот смотришь, такие тоненькие, мягенькие. Но возможно еще какого-то... Сейчас зайдут мужчины. Хочешь какого-то медового тини взять и выкинуть кого-то вот своим. Вообще хочется взять Бристалбека, потому что и Акс, и и Йонг забанены. Ну, вместо выкидывания будет Эмбер, который будет рваться у них. И его сложно ловить. Но опять... Ты так смотришь на драфт и знаешь, такое чувство, что послапали команда местами. На самом деле, ВП слева, а Викинги справа. Но удивительно, что ни одного стана пока действительно у Викинг-GG нормального не заехало. Сейчас уже совершенно есть. У Чинов, маленький кулдаун, это уже неплохо. И долгий дизейбл, на самом деле. То есть ты в рутах стоишь и ничего не можешь поделать. Для Скай достаточно времени, чтобы залить, поэтому сойдет. Но в Скайрофт Мэтч не так часто появляется. В чем, собственно, сила персонажа на линии? Ты стоишь и кидаешь раз петушка, два петушка, три петушка. Выгнал любого героя с линии. Пошел на фиде лап крипов, вернулся, кидаешь петушков дальше. Это из простого. Дальше у тебя Сайленс, у тебя Конкаст, у тебя Ультимейт. Ультимейт под любого героя заливай. Возможно, как и поэтому брали Акс и Регион, что они дают либо дуэль, либо кол, и ты просто убиваешь героя на старте игры без шанса. Если у кого-то Сейва нет, а Моракл, Лошадо, Демоны, что-то такое, то это просто смерть. Ну и при задумывались. Вопрос, что дальше? Ну, видимо, есть какая-то уверенность в этом персонаже. Действительно, много вариантов было того, что можно взять, но это именно Скаймаг, поэтому интересно, на какую позицию он еще пойдет. Мид или 4? Я думаю, что 4. Ну, то есть Эмбер Спирит у нас обычно ходит легкая мид, и смотришь на дарт противника, хочется взять еще кого-то вторым к нему, потому что Соло Эмбер вроде как не выигрывает, Магнус у нас в бане, при котором он выигрывает Соло. Поэтому Скайд в мид уже не хочет ставить, но это может быть офлайн Скай еще как вариант. На месте Виртузов хочется какого-то иллюзиониста взять. Прямо смотришь на пик Викинг Джи, берешь там, не знаю, Фантом Лассер или Нагу, любой Сайленс, Монта, там Чайны, опять же там Монта, например. И просто бегает толпа иллюзий, ну да, просто бегает толпа иллюзий, вот эти три героя ничего не делают. То есть можно попробовать закрыть двумя героями, допустим, Пангальером, который будет кататься по иллюзиям, и еще кастовать первый кал. Опять же, Эмбер Спирит обычно не так плохо против иллюзионистов на каком-то этапе игры. На каком-то в этом, это ключевое. И важно знать, когда у тебя этот этап наступил относительно ПЛа противника, и ты делаешь какие-то дела в это время. Из хороших, как это называется, это крипоборцев иллюзи... Ну, в общем... Формил. Нет, нужно придумать слово, тот, кто хорошо борется против иллюзионистов. Антииллюзионист назовет. Против хороших антииллюзионистов, да, можно выделить только Пангальера. И в целом, если как-то задолжить ультимейт Пангальеров, Фантом Лайнсер потом начнет убивать людей, потому что потом он там кастует первый спел, Фантом Лайнсер просто не накидывается, моментально выжигает суману и убивает. Я бы почитал форматы Гарри Поттера, где будут крипоборцы. Крипоборец, да. Хороший синоним для фармилы, да, получается? Да, наверное. Тоже неплохой термин. Дима, ты в Strategic Music не работал никогда? Нет, нет, нет. Я не по этим. Как вам вообще решение по драфтам от VikingDG? Достаточно широкий херопол у них получается. Могут удивлять. Ну, Пангальер здесь, на удивление, солит вообще против четырех героев. Он кается в шарик, и четыре героя на него смотрят. То есть, условно говоря, если был бы какой-то гримстрок, он может хотя бы связать его с кем-то, или там, допустим, Пак ставит Дримкуэл, и была бы управа на шарик Пангальера. Но сейчас этой управы нет. Он, наверное, катится в мидгейме, и его ничто не останавливает. Это очень сильное оружие. Где-то там на 25-й минуте. Там такое ультимативное. Почему они могут менять и Пангальера, и Эмберспирита в любую линию ставить, что угодно делать? Эмберспирита можно отправить на легкую, там, Пангальера можно отправить на мид. Можно взять сложного еще одного героя, который хорошо борется против Фантом Лайнсера. Можно, на самом деле, сделать какого-то мощного героя, знаете, там, условно, вроде, с кем-то. Герой из головы здесь не очень нужен просто так. И отправить там, допустим, это было сложно, а Пангальера вообще в легкую поставить, как оффлэн героя, чтобы он тоже был просто в слотах оттуда. Но вот именно еще одного анти-иллюзиониста какого-то хватануть. Вот кого он. Вообще, мне кажется, очень нравится Некрофос здесь еще, как вариант. Которого они же и забанили. Да, 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 ну вот он мне прям очень нравился. Получается, не хватает либо Кора, либо Миндера. Все-таки Пангальер 3 здесь скорее. Можно взять ДК как вариант еще в центр через Радианс. Берешь, там два брайсера, ПТ, Радианс и побежал тоже. С командой у тебя и пуш-потенциал неплохой, его здесь убить будет тяжеловато. Тоже стан, тоже сплэш. Ну и кроме формы, по сути, ничего не надо, потому что мага уже у тебя не будет. Да, там скилопротники залетают, ему в целом почти на все по боку, и к тому же на него БКБ нормально садится. Ну соглашусь, да, что... Дает чуть больше, чем Герокоптеру. Что нет у того самого фронтлейнера, которого и зомби мог бы подлечить, и который бы втанчивал, а в отличие от зомби не умирал. Либо, кстати, еще раз бресталбэк охотануть. Здесь, правда, будет проблема с тем, что когда ТПЛ берет дефуза и просто иллюзиями тебе ману выжигает до драки и дальше Пангальеру, а Пангальеру бресталбэк чуть сложнее. Поэтому ДК попроще, нажал действительно форму и поехал воевать. Ну и ДК еще по вышкам делает довольно-таки много урона за счет того, что он бьет с РНЖ. Либо вариант, а просто взять какую-то квапу, играть в темп, добрать еще такого одного раскастера. Контроль в ВП маловато. Здесь можно пытаться мансить, но ВП закрывающий пик, поэтому всегда может прилететь ответный герой, допустим, тот же ДК. Он может встать у Виртуз Проноцентр, но Ванчик на нем нормально играет, и Эмберу будет тяжко, он будет ловить стан. И при этом самого ДК будет сложно убить, он просто будет фронтлейнить всю игру подобником. А как вам Тайтхантер для викингов здесь? Против Фантом Ластера слаб. Ману выжигает, он не махает якорем. Реведж неплохое оружие, но если берется 30-е минуты игры, то Лангстер Тараска, он просто потом убегает, и все, и как бы... Ну да, мы взяли вот так, хорошего героя придумали. Против Лангстера приятно иметь какие-нибудь маленькие кулдауны, чтобы они всегда работали, потому что он всегда может как-то убежать, допустим. У него дали весь рассказ, то он не дал ему Хевелингрейс, и он убежал на дупле гангера. А здесь маленький кулдаун у Секера. Можно собрать Рейдинс, можно собрать Молнии. Там куча чистого урона. Да, маленький кулдаун у Бладрайта. Другое дело, что это, конечно, будет сложно все исполнить, потому что у нас Секеры в последнее время то руки не кидают на своих союзников, то там что-то бегает за место, тут же умирает под бафом, то там ткуют. Интересно посмотреть, как они будут реализовывать, поскольку герой... Да, но если ты здесь руки кидаешь что на Пангальера, что на Эммер Спирид, что на Скай одно удовольствие будет просто играть. Да, если он будет их кидать, я говорю о том, что я видел на турнирах, там Секеры, они вообще, они только на себя кидали руки и шли вперед и умирали за 2 секунды. Получается линия Панга, Скай, Маг и... Зомби плюс... Ну, скорее ведь Бладсикер, да? Зомби-Сикер, да, скорее всего, Скай с Пангальером. Эмбер Мид, судя по всему. Право-хрупкий пик, прям смотришь на этих мякиши, блин. Инвокер. Там на грани все эти герои. Да, и короче, сидишь, смотришь, я попробую сразу на викингов. Сразу на викингов сделать тапку. Хороший герой, мне нравятся, как они. Ну, Тимфайт, как тебе у них? Да, ты просто кидаешь пару спелов, у тебя Сикер разогнался, Эмбер Спирит там вкатил, условно, два одни фисты, все, у тебя он уже бегает со скоростью 500, тебе его тормозить нечем. Пангальера тормозить вообще нечем, у тебя два героя, которые просто будут вот так вот сшивать команду Виртус Про в один этот маленький такой, кармашек. Хорошо, Мид принято, Дим. А, я не знаю, Слева темповый пик, справа лейтовый. Спасибо, Кэп, а на кого ставишь? Не на кого, я кто-то знаю, может они сейчас все стрелы Эмирана поймают, там, я не знаю, будет 50 стрел из 50, кто его знает? Твое экспертное мнение зафиксировано. Давай узнаем, что предлагают нам наши партнеры из Parimatch, какие коэффициенты на эту карту. Итак, победитель карта 2, 1,3 на Виртус Про и 3,45 на Викинг Джи Джи. Уже более скромно Виртус Про считаются здесь фаворитами. Посмотрим, как Медведи справятся с этой задачей на второй карте против своих оппонентов. Смотрим карту под комментарии Мэлшторма и Джема. Ну, будет интересно, если в этот раз Медведи справятся и аналитика в очередной раз будет. Я немножко прослушал, кто за кого там проголосал. 2-0 в пользу Викингов, да, по-моему, от аналитики залетело. Спасибо большое. Надеюсь, что у вас в жизни у каждого есть такой человек, который поправит воротничок в прямом эфире. Собственно, да, я на самом деле согласен с Митяем, потому что мне тоже нравится пик Викингов. Вот этот Пангольер. У нас тут интересные новости такие. Дело в том, что Пангольер, он как бы непонятно. Ну, в общем, чтобы вы понимали, на нем будет играть парень, который в прошлой карте отыгрывал на Миране. И либо получается, что у нас Скай в сложную идет, либо же они поменялись просто ролями на эту карту и Скай все-таки будет четверкой, а Пангольер отыгрывает троечку. Дело в том, что они уже так играли, когда был состав с Раджексом, Боунсевен играл на четверке, а Раджекс на тройке. В этот раз, возможно, они что-то такое вспомнили. В любом случае, может быть, это будет вообще такая три с половиной, три с половиной, то есть богатая четверка и тройка, которая немножко там не добирает где-то. Ну, давайте смотреть. Собственно, по закупу можно уже какие-то выводы сделать. Но пока что закуплен Скай вот так вот, ремонти. Ну да, они оба закуплены, реально как будто они. Ну и до конца было неясно, кто куда отправиться стоит. Посмотрим. На реализацию в любом случае уже игра будет интересной, потому что, напомню, что на прошлой карте победили Викинг Джиджи, несмотря на то, что все говорили, что это, наверное, самый слабый оппонент для команды Virtus.Pro. Ну да, опять же, там был прогноз не столько по драфту, сколько по еще и тегам, да, и по той игре, которую ВП показывали. Объективно, с Витча ВП было тяжело, но они не показали плохой игры. С Envy было легко, но, как присняется, там Envy показал. Там Envy показал свою, знаешь, какую-то только ему понятную игру, поэтому здесь вопросов мало. И здесь не складывается ли впечатление, что в Virtus.Pro немножко недооценили, возможно, своего оппонента как-то, может быть, как-то слишком расслабленно подошли. Это первая игра, мне кажется, это вот это вот, синдром первой игры Virtus.Pro. Синдром первой игры. Ну да, у каждой команды есть своя фишка. Там сейчас продолжим после момента баунтируна. Вряд ли пойдет вперед эпилептика, хотя тут Соло неподалеку будут бороться. Соло не даст забрать, по идее, Blending Light должен быть. Но тут Blood Ride. Blood Ride и... Нет, не успевает. Тычка летела от Соло, да, но поправорнее оказался у нас Blood Seeker. Ну и поровну. Нет, вру, вру. Три баунтируна для команды Винкинг и одна для команды Virtus.Pro. Короче, у каждой команды своя фишка. Винстрайк и Fly to Moon перестреливаются айсбергом. Na'Vi постоянно кикают с Анейкой и берут его обратно. А вот Virtus.Pro постоянно проигрывает первую карту дня, потому что не могут проснуться. Все обладают своими какими-то характерными чертами. И, в общем-то, это новый состав ВП, но только на процент определенный, да. То есть Nunchik и Solo давно уже играют и за ними было это замечено. Ну ладно, давайте смотреть. Да, первой крови не было. Будем смотреть лайнапы. Внизу у нас Undying плюс Ember. Против них Omni Knight и Mirana. Довольно неприятно, конечно, для тех и для тех лайнап, но тут уже сейф начинает выпуливать с линии крипов. Рейнджа подстрелил Криллой, чтобы забрать за него деньги. Сейчас еще, наверное, одну пачку, возможно, заберет. В миде, да, в миде довольно интересное противостояние. Здесь Фрост будет на Сикере стоять против Нуна на Инвокере. И Инвокер не экзортовая, мы видим, что Квас Векс. Инвокер, конечно, Нун, значительно, на мой взгляд, более крутой игрок, но конкретно такую матчап ему будет остаться очень тяжело. Да, я про это и речь. Потому что, все думали, что, скорее всего, Эмбера, да, отправят сюда. Как-то фармящий будет у нас на легкой линии мистер Сикер. Но вот на центральной линии давненько мы его не видели, по-моему. Да, вот летит стрела, но это, нет, не тот случай. Стрела не залетает от сейва, да. Это не та Мирана из прошлой карты, которая сразу начинала пока ромить, хорошо попадать стрелами. Сейчас, может быть, попробует. Или все-таки Крипчика. Крипчика, наверное. Да, Сикер под Бладрейджем очень хорошо должен добивать крипов здесь и у Инвокера заделенные трудности будут. Это, кстати говоря, первый раз, когда я вижу, что Сикер берет Бладрейдж за долгое время, потому что до этого я видел Бладрайт и пассивка. Но даже в единичку с Топориком проблем уже нет в плане Ласхита. Спокойно должен стоять Сикер здесь и мы видим, что Инвокер довольно сильно проседает еще, особенно учитывая, что это Квасвекс с Инвокером. Очень сложно именно играть в Ласхит. Поначалу не так много урона, как у Экзортового. Так, ну и 12 на 3 у нас получается Эмбер. 12 на 2 в миде Фрост уже на Сикере и очень все хорошо и у Пангольера. 10 на 3 пока по фарму. Очень бодро начинают викинги в этот раз. Напомню, в прошлой карте у них начало особо не задалось. У них там потом ближе к мидгейму как-то они разогнались очень хорошо. Но опять же не без помощи Мираны. Но и Мирана, мы видим, второй раз пришла уже на центральную. Попытается, наверное, еще раз закинуть стрелу сейчас в сейв. Жертвуют Омником сейчас ради того, чтобы Энвокер постоял получше. То есть вот этот крипстат 12-4. Ну, стрела попадает в крипу. А, еще и минус крипу Энвокера. Не очень приятно. В общем, жертвуют полностью фармом Умни Найта. Он там ничего не фармит. Ну вот, очень хотят забрать, конечно, сейчас Фрост, но Фрост убегает. У него есть Фласка, еще много Тангусиков там. Сюда даже на подсейв прилетел на всякий случай и Флэш. И в итоге Фрост выживает и опять очень много, конечно, внимания уделяют сейкеру, но с линией не дается его как-то выгнать, отогнать от крипов, от фарма. Флэш вот зачем прилетел. Он будет гонять Мирану теперь, да. Да, дело в том, что на нижней линии уже позволили они оторваться Эмберу довольно сильно и сейчас он попытается здесь в соло постоять против Омника. Ну, вообще, тяжело. Вообще, на самом-то деле, да. Эмбер не такой сильный герой. Омник должен его напрягать. Поэтому, как бы, насклабили немножко дав ему вот такой вот задел, стягиваются и сейчас. Ну, все равно кайфа в пользу Virtus.pro от нашего партнера по рематч. Стягиваются все равно сейчас к Миране и просто будет бегать за ней и не давать вот так вот якидать. Тем временем... Эпилептик может Бон Севана забрать. Бон Севан погибает. Еще один Spirit Lens. Отлично. Хороший фраг, между прочим. И тут непонятно, как так SkyMak подставил. Там, я так понимаю, борьба была за этих крипов, тех самых. Я видел дизарм просто на эпилептике запрыгнул, видимо, Пангольер. Но Sky не рассчитал своих рпшечек. Для сейва роуминг свободный кончился. Его теперь флэш будет вот так гонять. Через райдклик просто зажал и бегает за ним. То есть у нас все-таки личное сопровождение. Купе на Пангольере играет 20 на 3 против, соответственно, SkyMak, у которого 6 на 2. Ну, не против? Я думаю, да. SkyMak четверка, короче. Так и должно было быть, да. Троечку у нас получается Пангольер. У нас соло делает пулы здесь. Уже на него помигали. Sky идет вперед. Реген у него имеется. Пробивает немножко резолюшно. Так, Жандайинг получает пьюрификейшн. Есть еще Дикей, Соло рип. Нет, Дикей теперь нет. Но есть 5 зарядов стикета. Дикей закинул по двоим. Неплохие фисты откидывают у нас здесь Эмбер, прогоняя также сейва. Ну и баунти руны самое неприятное. Сейчас должны забирать снизу, по идее, две команды Virtus Pro. Сверху две должны подконтролить викинги. Так, ну а на центральной линии ситуация налаживается для Нунчика, несмотря на то, что... Да, она не ухудшалась. Ну, а к тому, что там неплохо начал у нас Фроз, да. Ну, Нунчик не отстает, вровень идет. Поэтому здесь, можно сказать, что равное противостояние. Все нормально. Там был очень маленький разрыв, и потом пришла Мирана, и вообще, можно сказать, Инвокер вырвался вперед. Ну, чуть проигрывает, но это минорно. Да, это... В любом случае, Сикер там на каких-то 10 тысячах Нетворса, на, допустим, 15 уровне Сикер будет гораздо опаснее Инвокера, даже если они вровень будут идти. Но я думаю, что Сикер в какой-то момент его еще и подобгонят. Вот что самое неприятное. Так, Мирана закинула стрелу по крипу, хорошо. Продолжает подфармливать немножко сейв. Да, конечно, роуминг пока у него особо не удался. Ганг от Эмберспи. Да, под ультимейт Сикера есть привязка на Нунчика. Нунчик пока что про Жолстники живет. Вовремя пришел Соло, Соло Рип. Сюда еще и Андайн пришел. В итоге забрали Нуна. Нужно убегать отсюда Эмберу. Эмбер наполучал достаточно много урона. Впитал там еще какое-то количество Андайн. Получает стрелу. Сюда перетянулся Резолюшн. Пьюрификейшн пока что не тратил. Закастовывает его только сейчас. Соло в итоге забирает иллюминаитом фраг. Ну и вот такой вот вышел размен. Да, но Андайн конечно пожертвовал собой. Прям специально зашел в центр этого Бладрайта, чтобы все получили урон. И Виртуз Сам... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот вам и комбинация. Здесь появился Дживелин. Урона уже очень много от Нонгальера. Подходит Скай. Тоже ждет просто одного голубя и ты уходишь с линии. Там стоит учитывать, что с Дживелина ведь магический урон залетает. И под меткой Скай это очень больно. Эпилептик отхиливается на шрайне. Да, в этот раз конечно нет приятной опции у команды ВП в виде Магнуса, который мог бы постоянно бафать этого ПЛа, чтобы он фармил быстрее. Но и так в принципе дела хорошо. Топовый Нетворс. Единственное, что с линии прогоняют это конечно неприятно. У нас внизу будет деф, я так понимаю, это Айвин. Возвращается обратно с Эмбер. Есть привязка. Соло очень больно. Соло рипом добирает его отлично флэш здесь. Соло конечно немножко загулял. Да, очень получилось неприятно. Умирает здесь Коттл моментально. Есть Катапульта. Ей бы как-то пожить какое-то время. Да, да. Но с другой стороны хочется ее забрать, но забрать сложно. Ее будут защищать по-любому сейчас игроки Virtus.pro. Да, вот Resolution уже готов. Если что, идет вперед. Стрела не попадает. Resolution танкует специально, чтобы Катапульта дольше это жила и ломала Тауэр. Есть Чакра. Сейчас будет еще захил. Нормально. Нормально отгоняют вроде бы Викингов. Да, и Викинги отступают. Молодцы. Хорошо задефили Катапульту. И сюда еще Инвокер пришел. Поэтому точно... Пока он живет, вытягивает на себя с пылы, выигрывает время. Дикой там еще на самом деле мог бомбануть, но маны не хватило. Было бы мощно. Солорипом подхилился. В общем, долго, но все-таки заберут эту Тир-1. Да, с другой стороны Викинги в миде вроде как вышли также на Т1 Тауэр. Прожали глифортификацию. Да, тут пока что тоже Т1 ломает. Пришла Мирана. Сейп сейчас будет закидывать, я так понимаю, под Тауэр прямо в стрелу как-то. Или что? Пока ждет время, потому что здесь Нун под Торнадо. Ой, как хорошо, красиво сыграли. Очень классно. Нун поднял в ветра, еще кулснепом подконтролил и Эмберу удается забрать. Да, Вэлл в это время продолжает фармить. У него все хорошо. Второй в Рэсбэнд есть. Грэжи на Истике сейчас себе принесет. Ну и в целом жизнь. Ему особо никто и не портил. В миде пришел Бонсел. Не совсем понятно, что он здесь хотел. Под ультимейт может быть Сикера как-то. Рассказ тоже дать. Чтобы инвокер вынужден был куда-то бежать. Так, ну а здесь резолю, да. Очень хотят позабирать, я так понимаю, строение, судя по передвижению команды Virtus.pro. Хотят выйти на Т1, возможно, даже подраться. А сейчас могут найти Андайенко. Но Андайенко опять возможно сделает то, ради чего он был рожден. Сюда смещается Сикер. Видят трех игроков. Есть ульта. Помирание. Сейв. Нет возможности липнуться. Ну, сейчас умрет и так, да. Резолюшим под Сайленсом. Помник под Сайленсом. И сейчас еще и Котла заберут. Котла забирают Эмбер. Эмбер врывается. Забирают Андайенко. Но Андайенко уже все, что мог, сделал. Тут еще резолюшн. Уйдет ли, вот в чем вопрос. Тем временем там раскоставался не очень хорошо Панголер. Должен ходить эпилептик. В лесу его нашли. Минус два делают викинги. А да, всего лишь одного своего Андайенко. В любом случае, хороший для них размен. Да, Панга там не очень удачно ворвался. Мне кажется, Панга скорее даже и спасался еще от этого Лансера. Понимаю, что... Ну, короче, я не понял, что произошло. Но я видел, что он там немножко подзастрял. Видимо. Выспевает уйти фистами из-за Ивэдди. Все это без мана остается. Да. И должен выживать по идее Эмбер. Вот Котл со своей чакрой и с Омником вдвоем пока они обыживы. Ой-ой-ой. Ой, сейчас как может быть больно. Еще один голубь. Пол снэп спасает ситуацию. Да, Бот Сэвона прогоняют. Соло выживает. Хорошо. В общем, Котлу нужно обязательно жить и постоянно заливать маны Омнику, чтобы тот хилил, хилил, хилил и еще раз. Так, Баунти Руна и стрела летит. И грамотно все здесь сделал Баунт Сэвон. Сделал Истак. Похалдил немножко, знаешь, чтобы неподалеку находится Мирана. Стрела в итоге мимо и Баунти Руна досталась. Ну, я так понимаю, три... Нет, две. Две забирает Virtus.pro, две забирает у нас также игроки команды Viking GG. Ну, и у нас опять довольно ровное противостояние. Seeker тем временем уже топ-1. Нетворса почти барабаны готовы у Фроста. Сейчас самое неприятное... Опять стрела под Торнадо, но тут фисты. Фистами спасается. Самое неприятное начинается в плане того, что все-таки Пангольер против... Ну, с такими артефактами против Лансера очень хорош. Да и в принципе его здесь остановить нечем. Bloodseeker и Ember Spirit, который также очень-очень неплох против Фантом Лансера. Там в мидгейме особенно говорят, что в лейте уже сейчас все это неактуально. Лансер там может нормально себя чувствовать, но тем не менее по игре... Знаешь, нормальный, нормальный, но когда какой-нибудь рандомный дезарм на тебя прокает, это уже неприятно. На любом персонаже, который именно дерется с физы. Так что Пангольер в любом случае актуален. Так, есть Роллинг Тандер. Нападение на Резолюшн. Хорошо здесь отталкивается у нас Пангольер. Не хватает немножко урона. Вовремя подтягивается Нун. Стрела хорошая залетает. Бонсевна забрали. Блот Райт. Резолюшн хотят... Нет, Резолюшн просто делает ТП. Хватит урона. Урона хватает. Резолюшн в итоге погибает. Пангольер идет вперед. Есть Вэлло Висп. У него троих засасывает. Выбегает Фрост. Его выталкивает. Здесь Эмбер врывается. Нужно хоть кого-то подцепить, но видимо цеплять будут Соло. Упрыгивает Мирана. Соло тоже погибает. Отправляется в таверну. Неплохой свэшбакл по Нуну. Нун по дизармам. У него имеется колдснэп. Сюда на защиту летит уже Эпилептик. Колдснэп вкастован. Соло Рип залетает. ДиКей туда же забирает у нас Пангольера. Под Шрайн. Под Святыни Чужой будут драться сейчас. На Шрайн прожали. Нужно бежать. Не будут драться. Да. Не будут драться. Но Андаинг погибает. А стрела в него залетает под Торнадо в очередной раз. Это еще один минус для команды Виртус Про. Вот теперь вот этому парню точно нужно уходить. Ему погибать ни в коем случае нельзя. Ну что ж. Два в два у нас получилось. Да. Последняя драка. Резолюшна забрали. Это неприятно. Два в три. Два в три. Да. Да. Скайп погибал. Точно. Точно. Скайп погиб. Зомби налутал бабла, что не есть круто для него и вообще для его команды. А вот Инвокер поднял с другой стороны. И это как раз таки очень хорошо. Ну пока у Инвокера все здорово. Самое начало он пережил. Сейчас самое тяжелое наверное мидгейм, где у него все остается еще только два с ПЛА активные. Ну там ладно. Три. Инвиз. Колд снэп. Ветерки. ЕМП четвертые допустим. А у соперника уже такой пиктивный. На топе. Нападение на Соло. Получает Саленс. Вэшбакл. Еще одного Голубка нужно закинуть. Да ладно. На лоу хп. Соло. Нет. Прибегает на бешеном мобспиде Фрост и забирает его. Ну на лоу хп против Сикера особо не поживет. Он лайшадол. Прожали. Готов раскастовываться если что Пангольер. Набегает пока что на хосте у нас Эмбер. Никого не видят у нас игроки команды Викинг Джи Джи. Виртус Про просто отступают. Проверяют лес. Викинги. Топ тоже никого нет. И вышка будет отдана. 8-8. Пока все неплохо для Виртус Про. Они отфармливаются. Но вот сейчас начинается самое сложное. Как играть против героев Викингов тем, что они на драфтеле. Насколько сильный нужен Лансер. Но вообще интересно посмотреть, что там уже есть у Эпилептика. Потому что мы его пока особо в драках то и не видели. У него сразу Манта Стайл. Но опять же против Сайленса. Здесь понятно. Против Сайленса. Очень нужно. Чтобы просто жить. Ну а дальше наверное Диффуза. Да, Диффуза он уже себе поставил. Квикбай. Но хотя бы без Манта Стайл наверное в драку лучше не приходить. Хорошему. Нужно дофармить. Был скан потрачен сейчас. Какой-то байт на Пангольера. Стрела при этом не попадает. Пангольеру больно. Как же его захиливают зомби. Стирают сейва. Догорит ли? Да нет. Нет, нет. Вообще зомби неадекватный абсолютно. Хил в итоге сгорает. 7 хп и последний тик. До свидания. Я думал на Тоникова но выживет. Но нет. Да, чуть-чуть не хватило совсем. И в итоге хороший размин получился. Тройку Пангольера на четверку Мирана. Но такой был странный байт в котором они с трудом смогли разменять. А вот и Весел подъехал уже для Нунчика. Да, Весел Омник Мека делает Пайп Сикер делает Трейдер. Сикер может быть сейчас ошибется или нет. Он вот так вот врывается. Но за ним там правда вся команда. И видимо Викинги решили не драться. Здесь возможно оно и правильно. Опять на миде. Так, у нас Перептик. Нужно уходить. Вот тут бегает он просто один. Команда немножко отошла на свою половину. Подцепить его прямо вот так вот в чистом поле пока тяжело. Баунтируны хотят забрать я так понимаю внизу сейчас Викинги. На топе видимо две отдают. Да, и будут драться за нижние. Попытаются извлечь максимальные пробки. Стрела залетает. Нет, не залетает ни по кому. Наступает ночь. Воруют сейф. Его привязали. Как же больно просто. Моментально стирают героя у команды Virtus.pro. Да, они забрали на одну баунтируну больше. но потеряли Мирану в итоге. Получается на две. Ну, да, там Мирана своей жизнью забрала в итоге баунтируну. Ценой своей жизни. Так вот правильно сказать. Викинги на центральную линию выходят. Чекают лес. Есть вард. Знают, что никто эту вышку не дефит. Но важная вышка. Обязали Солоча. Соло. Блайнглайд. Сэшбакл. Соло погиб. Без каких-либо шансов. Очень хороший вард. И Соло поставил сразу сентряг. Понимая, что на этом вард не вы заметили. Ой, какой битый здесь фрост внизу. Это его так эпилептик отделал что ли? Один на один? Да. Если Лангстер нападает особенно после диффузов, это будет все чаще и чаще происходить. Омника могут перехватить. Омника видит пангольер. Нет. Омник слишком плотный. Мне кажется, вот так просто не забрать. Это не самая лучшая цель. А вот Нунчика можно попробовать. Привязали его. Что по просветке? Торнадо. Есть просветочка. Набегает Фрост. Блатрайт. Нунчик из него выбегает. Вэлло вис под соло. Вовремя перетянулся. Втроем там находятся игроки команды Викинг. Нужно выбегать. Стоит Тамба. Тамбу еще нужно сломать. Тамбу задинаили. Отлично. Выбежали. Но пангольер, похоже, отсюда не уйдет. Хотя шилд крэш. Свэшбакл. Неплохо. Пангольер мансует. Убегает. Фисты на развороте. Стрела попадает по Фросту. Пятибалочка залетает. И Фроста не спасти. Или нет. Или спасти. Какой же он бедный. Сколько у него там мовспида? 600. За ним бежит Фантом Ланцер. В итоге урона хватает. Фантом Ланцер тут на лоу ХП также где-то далеко взорвалась ЕМП. Андайен кагрит на себя команду Виртус Про и Андайен тоже погибнет. Просто в один момент на 600 мовспида бежит Сикер и его догоняет Фантом Ланцер на Фантом Раша. Это было очень забавно. Сикер непонятно куда потратил свой ультимейт. Я слышал звук ультимейта. Я думал сначала на инвокер. Стрела отличная. Бон Севона сейчас могут забрать. Да, Бон Севон в таверну. Надо было конечно тратить на инвокера и уже любой ценой этого инвокера собирать. Пожадничал мне кажется у нас немножко. Да, и потратил на иллюзию Ланцера. Согласен. Ланцер вообще это очень опасная цель потому что никогда на 100% ты не можешь быть уверен что это не иллюзия. Слушай, а Ланцер-то в итоге решил не собирать манта стайл. Он сразу же диффуза себе взял. У него пока что на диффуза Яша. Поагрессивнее решил сыграть. Да, и возможно это сейчас принесет свои плоды. Могут забрать сейчас Эмбера. Эмбер успевает убежать на хайграунд. Остается правда без маны. Там где-то сдуло пангольера ветерками. Инвокер забрал его. Да, ну и коэффициенты в принципе отражают ситуацию сейчас актуальную на этой второй карте. Да. Пока у команды Virtus.pro все очень хорошо. Хороший отрезок проводят. И вырывается вперед на 3000 золотых. Дальше Аганим. На подходе для нунчика у него уже 2000 золотых на руках. А значит до Аганима совсем немного. Что-то у викингов совсем не получается. Игра не идет у них ни в одном тимфайте. Ничего не могут сделать. И это при том, что у ВП гораздо более лейтовый пик. Это правда. ПЛ очень сильно отрывается вперед. Там уже опережает этого Сикера. Сикер пока что не может удачно как-то ворваться в драку. А он еще и копит на Radiance. Из-за чего его Netverse гораздо ниже, чем такой вот виртуальный. Есть нападение на Undying. Undying прожимает форму свою ультимативную, но все равно погибнет. Rolling Thunder. Сикер здесь. Сайленс накинул. Хорошо. Покатился Панголер. Ультимейт. Аскорость Мэджа. Хватит ли урона, чтобы забрать резолюшн? Нет, урона не хватает. Резолюшн захиливается. Heavenly Grace на себя. Velo Visp стоит. Там все еще находится у нас Undying. Undying погиб. Фрост. У Фрост сейчас может отъехать в таверну. Нет, выживает каким-то чудом. Да. Вот о чем и говорила, кстати, студия аналитики, что ПКД... А, нет, все-таки забил там Нунчик. И забрали сейвы здесь. Это еще не все. Уходит отсюда Эмбера, убегает отсюда под диким замедлением Панголер. Кулснэп работает. Нет, Панголер уже тоже не убегает. Он убегает в таверну. О чем и говорила студия аналитики, если Сикер кидает лапки на себя и входит в драку, большая вероятность того, что он просто погибнет. Что, в принципе, и произошло. Да тут как-то вообще они не могут зафуксить одного Омника. Это, понятно, важная цель. Действительно, его хочется забрать. В него вливаются все сплы. Он выживает. Причем он выживает не на каком-то лоу-хп там на последнем. Он выживает. У него процентов 20, наверное, здоровья оставалось. Он чувствует себя очень уверенно. И опять три как минимум героя забегают в ульт-вульт котла. Стоит. Вот это все на него смотрено. Два тика как минимум. Это достаточно много времени. Для команды ВП, чтобы занять хорошую позицию. Здесь нечем развивать лоу-висп. Здесь не дровки. Все верно. В принципе, ни один герой. Пангольер не хочет бить. Зомби точно. Сикер тоже. Эмбер тоже. И Дейскай нет. Так, смог от команды Виртус Про. Вот и Манта Стайл подоспел. И, возможно, на баунтируне поймают сейчас Эмбера. Да, Эмбер дал фисты. Привязочку. Остался без мана. Успевает уйти. Что-то куда-то покатился Пангольер, но вовремя понял, что не стоит этого делать. На базу поехал. Так, ну а снизу, я так понимаю, сейв там подсуетился. Две баунтируны должен был забрать. Судя по всему. И это получается, что плюс одна, ну то есть три баунтируны для Виртус Про. Уже 7 тысяч за ними. Много. Да, так и есть. И опять же, инициатива у них в руках. Они при этом и давят, и в лейт выходят одновременно с этим. Тяжело вообще представить, что здесь нужно сделать команде Викинг Джи, чтобы перевернуть ситуацию. Нужно как-то в какой-то, знаешь, узкий проход, где Пангольер будет кататься. Так, где-то Эмбер соло забирает. За, ну, видимо, на лоу-хп, что ли, было? Да. Какая-то стрела в него залетела там, да. Он же уходил сверху от инвокера на лоу-хп, он остался на лоу-хп, и сейв как раз его здорово подстрелил. Это поворот. Да, главное сейчас не перенаглеть, все грамотно сделать команде Virtus.pro, как-то не задавить, не знаю, далеко. Например, вот так. Но тут нунчик нормально он убежит. А браслетки не попали по нему. Да, ему, кстати, аганим уже летит. А в это время ВП в спину сейчас могут выйти, например, на Бон Севена или на Флэша. Бон Севена видят. В это время там Торнадо залетает по Фросту, Фрост делает ТП, а вот Бон Севен, возможно, никуда уже не денется. Захилил его Андайк, но тут колдснеп, Вэлло Висп, Пангольер здесь его еще поцепили, Пангольер пока что Мекку жмет, живет, это его не спасает, он погиб. Да нет, там все минус Курьер, минус 3. Минус все сейчас будет у команды Викинг Джи Джи, успевает у Ти Эмбер, минус 3 в сумме делают команда Virtus.pro, отступает обратно на линию, Фантом Лансер остается на верхней, потому что там все еще стоит этот Т1 и рядом хрипы, возможно, Тауэр заберут, как вариант. И нацелились на Фроста внизу, потому что в его сторону бежит уже Нунчик, и там в спину выходит сейв. Фрост пытается убежать, у него все еще нет даже Секрет Релика. И не будет. Да, такими там подает ультимейт, Весел получает, сейв там ждет, ждет своего часа, стрела попадает, это минус Фрост. Это какие-то супер похороны. Да. Я не знаю, если есть такой термин, это супер похороны сейчас мы наблюдаем с салютом, метеоритами и всем-всем-всем. Вообще никаких перспектив у викингов. Да, и вот так смотришь на этого Секера, у него всего лишь два артефакта, какие-то барабаны, Физы, огромное количество денег на руках, но вот этот вот Радианс, успеет ли он вообще его собрать? Наверное, когда-то соберет в этой игре, но насколько он актуален будет, когда такое преимущество уже у Виртуз Про? Вот настолько. Вот настолько, да. 1-0-1. Конечно, заоблачные коэффициенты, ничего не сказать. Ну да, здесь все сложилось в одно. Это и аутсайдеры Викинг Джи Джи, это и то, что Виртуз Про являются у нас лидерами в этой карте, и то, что у них лейт жестче. Лидерами я имею в виду в плане преимущества в 13 тысяч. Опять Котл уже за кем-то конятся, за зомбарем. нам Undyne, да, сейчас могут забрать в лесу команды Викин Джи Джи, плюс Диварди здесь, Солочь, неподалеку Резолюшн. Ну, короче говоря, пока что впечатление такое, что первая игра все-таки это стандартная, заливная. Эмбер бежать? Да, нормально выживает. На хосте убежал. Вообще, да, заливная, мне кажется, просто Виртуз Про не были готовы к такой прыти, к этим стрелам, возможно, от Мираны. По-хорошему... Немножко драфт там где-то. Да, да. Да я бы не сказал, что прям все совсем плохо было. Там вот эти стрелы неожиданно реально вносили свои непонятные коррективы. Что делать будет команда Викингов? Последний какой-нибудь... На лом Берсерка. Рейдинса все еще нет, да, у Фроста? Может быть, БКБ себе собрать какое-то, чтобы просто жить, я не знаю. Да, у него все еще 4400, он ничего не тратит. Он не может Сакр откупить, у него курьеры. Я понимаю, и пешком он не может дать, я говорю, поэтому, может быть, взять БКБ и сыграть без этого Рейдинса, или это вообще не вариант? Да, что он с БКБ сделает? Что он сделает с БКБ Лансеру? Включит его? Ну, включит хотя бы. И побежит? А без всего с четырьмя тысячами что он сделает? Ну, без всего тоже он ничего не сделает, это точно. Так, Башер. А там Башер уже готов. Да, и Рошан довольно быстро падает. И что, хотят за Рошана подраться сейчас? Надо, да, но это шанс для Пангалера, катись вдруг. Но пока не катится. Катись колбаской. Так, есть Батрайт, проверяю. Рошан на Плайдбитый. Даже без шансов покатиться нормально, потому что Омник стоит за эпилептиком, даст ему Heavenly Grace. Ну, там еще и Манта Стайл имеется. Все нормально. Иллюзии идут вперед, видят, где находится Viking GG. Есть привязка, привязали соло, очередной Блатрайт. Все это дело эпилептик и вейдет за Пельгангером. Ну, и Рошан падает. Ну, если врываться, то прямо сейчас Пангалер уже готов. Покатился. Хорошо, поехали. Запрыгивает в Рошпит. Эпилептик убежал. Баш получает от Рошана. Ударился, еще раз ударился. Будет Рофлос, еще один будет Баш. Летистрела, в это время Андайенг в ультимейте, заходит в драку. Получает Весел, колдснэп, Андайенг пока что живет. Ломается тамба от команды Virtus.pro. Эпилептик там зарезал Сикера, который купил себе все-таки Сакра Трайлик. Поздравляем его с этим. У него есть байбэк, конечно, но, судя по всему, делать он его не собирается, а вот уйдет ли отсюда Эмбер? В общем, вопрос. Он остается без маны, очень много урона, да, до свидания. Эмбер спирит. Ну, вообще, так Пангальер сделал все нормально, то есть он справился, не застрял в текстурах, но, а что толку, если враг убежал из Рошпита? Да и даже если бы там он лансера подцепил. Ладно, один раз он проехался бы по лансеру. Там либо Омник спасет, либо Доппельгангер, опции для того, чтобы уйти очень много. Что бы изменилось? Да, ничего бы, действительно, Network Seekers средний, да, неплохо он шел в какой-то момент, но... Да вообще, Мид должен был получше стоять, да, там в какой-то момент помешал Эмирана, но, как мне кажется, все-таки, если ты даешь такой хороший старт Инвокеру... Да, было много моментов, даже вот тот момент, когда внизу нападали на этого Нуна, на Нуна, и пожалел элементарно свой ультимейт и дал в это время потом в иллюзию. Дал бы ультимейт в Нуна, его бы забрали, возможно, ВП бы не напали, потом еще не сделали много минусов, и ты очень сильно проседаешь по темпу в такие моменты, когда не можешь делать фраги. Так, Эпилептик. Эпилептик уже резвится просто по Т4, и там куда-то Рэпчур залетел, не совсем понял, в кого. Да опять куда-то... Я не знаю, я просто... По-моему, в Лансеру этот раз. Разве? Он теряет стремительный... Я не вижу просто на нем дебафа. Я тоже дебафа не вижу. Вот, видимо нет. Он был. Хорошо. Пантомный, так называемый, Рэпчур. Вэлло Висп хороший, забирает Андаенгу, у него есть байбэк, Фроста тоже забирает, у него тоже есть байбэк, его делает он, возвращается обратно, Андаенг пока что байбэк не делает. В это время падает Т3. Т3 падает, очень неуверенно, буквально еще один удар. Привязали Эпилептика, Эпилептик, Доппельгангер есть ли у него. Он пока что живет очень много дебафов, бафов. Выспевает уйти. Под Саленсом не хватило урона, чтобы забрать даже Аегис пока что, даже ценой байбэка Фроста. Глиф поражали у нас Виртус Про, чтобы жили крипы. Эпилептика отхилили, он возвращается обратно. Жесткий, жесткий фортификация теперь от команды Викинг Джи Джи. Блатрайт, Эпилептик пока что продолжает мансить, у него все еще висит баф Хевенли Грейс. Баш залетает по Фросту, есть Торнадо, Санстрайк туда же, Фрост, нет, нельзя умирать, Фрост, нет, Фрост погиб. 75 секунд в таверну без байбэка. Холд снэп, очередной, пытаются забрать Андаинга, даже Аегис не могут выбить пока что из Эпилептика, он просто уходит. Он опять отступит, получит Весел, Хевенли Грейс, захилится и продолжит ломать вам сторону. Не хотят Виртус Про как-то продлевать этот карнавал под названием первый матч сегодняшнего дня. Санстрайк, но он уже не нужен, потому что Эмбер погиб, у него тоже байбэка не имеется, минус 2 кора у команды Викинг Джи Джи, и на этом, скорее всего, игра вторая подходит к концу. Карта, карта вторая. Пока, они пока еще отбиваются, возможно, еще ВП отступит, и мы еще даже 5 минут посмотрим, но нет, мы-то прекрасно понимаем с вами менталитет тех ребят, как они думают, они тоже не хотят, чтобы все это продолжалось, все здесь уже ясно, стрела, Бангалера в трон прям вкатывает. Печатало. Метеоритом, ну что, ГГ пока? Пока нет. Нет, не написали пока нет. До конца, до конца оборотов. До конца гейминг тот самый, но хорошо, падает нижняя линия, там уже, это где-то на базе, под фонтаном забегает эпилептиковый, забирает Бонсевана. Короче, есть такой момент, когда ты можешь ждаться слишком рано и опозориться, а есть момент, когда можешь ждаться слишком поздно и опозориться, и вот дотянули викинги, когда их под фонтаном разделил Лансер. Ну, здесь уже все понятно было, понятно, что с таким перефармом уже очень-очень тяжело что-либо сделать. И викинги в ВП сыграли 1-1. Вот такой вот итог у нас первой серии. Причем, если первая, я спешу на то, что не проснулись, потому что вторая была прям вот как надо и именно такой, который мы ожидали от Virtus.pro. Ну да, так что есть. Причем очень похоже на вчерашнюю игру, где был Лансер. Ну, в общем, опять у нас интересная аналитика обещает быть. Да? Нет? Да. Вы что-то знаете про нее, что ли? Откуда у вас такая информация? А вдруг вообще будет пресно и скучно? Ну ладно, давайте попробуем. Ребята, расскажите по поводу этой карты. Не показалось ли, что вот Мирана на четверке действительно в нынешней мете серьезный импакт вносит, если стрелы все-таки попадают? А у Сейва неплохо получалось таймить стрелы в этой игре и неплохо, с одной стороны, инициировать, а с другой продолжать комбинации. Впрочем, давайте услышим мнение в целом об игре, потом я задам конкретный вопрос. Дим, загаченный твой взгляд намекает, что ты готов высказаться. Не, я вот думаю, как бы ты начал этот диалог, потому что в прошлой игре уважаемый Митяй, мы с Митяем оба сделали ставки, оба прогорели, и такой Митяй, ну что, Оз, давай рассказывай, что же не так пошло, ты там поставил, твои мальчики, твоя лошадка не пришла к финишу, а сейчас я ставку не делаю, я думал, он скажет Митяя, ну что, Митяй, теперь твоя лошадка не пришла к финишу, то не так были, да, и я такой смотрю, я вот прям чувствовал, что подобных вопросов не будет, поскольку вы как бы кореша, зачем там, да, своего кореша задавать не самые удобные вопросы, давай лучше зададим этот вопрос Лолстон. Что я могу сказать? Ну, Сикер, красавчик, ручки на себя, артефактов на защиту нет, бежит первый, ловит в себя все сплы, и убегает, в скобочках умирает. Просто минус-герой в Митгейме, а мы уже видим Митгейм, в Митгейме просто минус-герой, который единственное, что делал, это закидывал Саленс. Все, это, наверное, единственное его пользование. Да, теперь немножко конкретики, связанные с тем, что Сикер, как в прошлой игре у нас была проблема небольшая с Тимикером, то, что он еще не готов, и команда пошла, так и здесь. Сикер без Радиенс, и без каких-то слотов команда пошла драться, то есть много-много раз принимала файты там, где в целом можно было этого не делать. И мне кажется, что главная проблема именно здесь, что можно было подфармить чуть-чуть, что хотят воевать здесь сейчас, и неожиданно выясняется, что Сомникам делать нечего, с заклинаниями Нокера как-то не получается справляться, и тем более с Виллов Испом, который в этой игре действительно нечем было разбивать, у нас три милишника, которые не хотят бить, никак, Пангалер катается не может, и, ну, Искайк, единственный игрок, который, казалось бы, что-то сделать может, тоже обычно стоит за километр и стреляет просто своими заклинаниями. Ну, вот немножко конкретики, немножко. В данном случае ВП могут спокойно нападать на вышки, они начинают драться, и, соответственно, ребята из викингов, они такие думают, что мы делаем. То есть, есть вариант номер один, это первое зло. Мы просто отдаемся своей вышке, и ВП начинает очень хорошо фармить, как мы видим, Фантом Лайсер хорошо набирает. Или вариант номер два, мы деремся под своей вышкой, за место мы, скорее всего, проиграем, из-за того, что у нас Сикер не боится, он почему-то кидает на себя руки, и в первое умирает. И в итоге, что в первом случае, что в втором случае, они оказываются в неудачной ситуации. То есть, в данном случае, один из вариантов, который бы мог спасти викинга ГГ, это если бы Сикер, например, фармил нежадный Рэддианс, а покупал бы себе артефакт на замес, потому что вот с этими айтами он вообще в замесе ничего не делает. Но он решил, что пофармлю-ка я быстрый Рэддианс, и в драке от него импакта не было от слова совсем. Да, но с другой стороны, ты предложил два варианта, один из которых, это отдать вышки, второй, который отдать еще и героев. Идем из того, что у него было, и в этом случае ситуация, где он отдает и героев, и вышки, она явно хуже, потому что ты не можешь пойти по стойкуршке. Это был самый адекватный вариант, где ты отдаешь вышку, за это время забираешь другую вышку. Или если они идут воевать с вами, убегаешь из драки, не отдавая вышку, не забирая противника. И тогда... Ну, если он отдает первую вышку, то они потом просто идут забирают вторую вышку, потом они перемещаются на центр, забирают еще две вышки, потом перемещаются наверх, и там забирают две вышки, и в итоге он такой, опа, а он уже отдал шесть вышек. Потом я помогу спокойно пойти забрать Рошана, забрав всех вышек, имея очень много денег, и я бы сказал, что этот вариант... Меня бы тоже не устраивал, если бы мой стикер и жатт в радиус. Сейчас они забрали шесть вышек, потеряли, получается, две. Если бы мы видели ситуацию, в котором ты забираешь шесть вышек, это время теряешь три, и два вражеских хора, и при этом все это время фармили, вместо того, чтобы сидеть в таверне. Насколько бы больше было бы шанса, если бы у них было чем принимать драку? Если бы им было чем забирать вышки, я бы, возможно, принял вашу точку зрения, но как мы видим? Эмбера, вышки он забирает так себе, Бангольера, то же самое. Единственный герой, который бы мог забирать вышки, это Сикер. Ему нужно подходить прямиком к вышке, вешать на себя руки, и он умирает от кого? От инвокера с торнадо, и потом отстрелы, соответственно, здесь, к сожалению, забирать вышки им нечем. Раз уж мы об этом заговорили, то, возможно, давайте пройдемся по изначальному драфту. Появляется Омник, и в него берут Скаймага. В общем-то, Омник неплохо может действовать за счет своих обилок противточечных скиллов. И здесь вообще, в целом, у Викинг Реджима много персонажей с сингл-таргет спеллами. В целом, может быть, это как-то их подкосило. Тут же и Блассикер со своей ультой. То есть, дамага АОЕ, по сути, да и нету. То есть, тимфайт как такового нету. То есть, убиваешь только точечные цели, а с этим очень сильно помогает Омник, тем более с фармом. А какой вопрос? Ну, не была ли это ошибка в драфте? Нет. То есть, когда ты видишь, что противник открывается с Омника Котла, брать сюда Скаймага, а потом вот таких вот персонажей. Мы только что видели Днем Лигу, где были ребята из Демона Слэйрс, которые вот драфтом слева, похожи с таргетами спеллами, просто стояли линией, скажем так, получше, понимали сил своих героев, брали, действительно, не жадный Рейдинс, брали быстрый Блэдмейл на Сикера и напарнина в центре и просто бежали, воевали пока есть Блэдмейл, и за счет этого дофармливали себе тот же самый Рейдинс и пошли, шли, воевали дальше. То есть, здесь вопрос именно подхода к использованию персонажа, его обивок и к пониманию того, когда ты можешь драться, когда не можешь драться. Здесь ребята не могли драться, пошли и отдали и героев, и вышки. Конец истории. В целом, выглядело ли это так, что Virtus.pro взяли просто сильно для себя героев, это умник для Resolution, это ПЛ для Epileptic Kid и за счет этого затащили. ПЛ хорош был. Могу продолжить, мы с вами сыграли уверенно, свою дотку, навязали свою игру, ну и там, можно... Я имею в виду... И сыграли 1-1 против команды, которая тоже сыграла свою игру, взяла сильных героев и так далее. Дима, я имею в виду то, что они взяли персонажей, на которых получается, вот которыми они выигрывают, то есть в предыдущей игре мы видели... В таком случае идет рассинхрон с их словами, что они приехали сюда тестируют героев, проверяют, нарабатывают свою игру и так далее. Ты зачем брать... У нас был состав Virtus.pro с Пашей Рамзестом, где они придумали замечательную стратегию с Dark Seer, которая стягивает под какой-нибудь любой стан, и тогда дается рассказ команде побеждать любой замес. И они играют так полтора года, потом что-то меняют, с тем проигрывают, возвращаются к этому старому, снова так же играют, всех выигрывают, сменяют что-нибудь, специально себя проигрывать, возвращаются, начинают выигрывать. То есть у них есть win condition, это PL, например. Окей, с ним они уже побеждают. То есть насколько им нужно побеждать здесь, или же насколько им нужно тестировать героев, вот в чем вопрос. Потому что по словам надо тестировать, а на деле берут, когда проигрывают старый драфт и побеждают. Но на бумаге выглядит все правильно. Ты выходишь на соперника, который номинально слабеет тебя, и даешь себе право потестировать вот этого гирокоптера. Скажем так, потестировать, да? Вот ты потестировал, и потом говоришь, для нас турнир не важен, было бы неплохо против дачи, потому что это больше карт, но не критично, поэтому смысл менять условную карту и брать тот же самый драфт, которым они уже играли, уже побеждали против слабого соперника, ничего с этого не получая, ни опыта, ничего сверху, если ты мог вторую игру тоже что-нибудь потестировать и стать лучше. Как знаешь, есть в пабе игроки, которые имеют очень высокий рейтинг, но они его набивают там на двух-трех героях, и когда у них высокий рейтинг, там спрашивают, на чем ты играешь, он говорит, ну я играю на трех героях, там допустим, двух забанят, а одного заберут, все, и получается, что он ни на чем не играет. Также здесь нужно, короче, расширяться, развиваться. Ну, как мы видим, особенно против такой команды, против такой команды, желательно расширяться и развиваться. Ну, значит, логика верна, значит, можно было потестировать в этой серии. Нужно было потестировать, если они так говорят. Либо не говоришь, что мы приехали тестировать, и должны понимать, что они приехали сюда побеждать. Ну, к сожалению, один-один, все-таки уступать здесь карту это достаточно ценный, серьезный вопрос, потому что по итогу ты можешь попасть либо в нижнюю сетку, либо вообще вылететь с турнира. Ну и, кстати, на экране показывали ваше голосование, уважаемые зрители, вы можете использовать специальный интерактивный хат, там клэпать за того игрока, который считается вами лучшим на этой карте. И, как мы вновь увидели, тег сильно помогает. Топ-5 это Virtus.pro, и, с другой стороны, опять у нас были Viking GG, но хотелось бы отметить, что игрок на Пангольере опять был в топе по голосованию. Все-таки запомнился он игрой на Миране, на первую карту. Топ-6? Да, он был в топ-6. И Куб, да, правильно произносить его ник, действительно неплохо себя показал на Пангольере, даже с учетом его позиции, он там достаточно высоко по фарму был, второй в своей команде, и неплохо отыгрывал всю эту карту. Единственное, что вот не поддержал его команду. Ну, если разобрать Draft Viking GG, что еще не удалось у них в рамках этой карты? Какие бы идеи вы отметили как неудачные? Sky Mag, Bloodseeker, что еще? Sky Mag тебе не нравится. Как по мне, ну, не особо он импакт носил, особенно против ПЛ. Ты кидал свои обилки, он против ПЛ, он не контр-герой ПЛ, и все, все просто. В Sky проблем не было. В Seeker, возможно, проблем не было, опять же, потому что мы только что видели команды, которые брали Seeker против таких же героев и побеждали их. Тут вопрос в исполнении, и все. Исполнение и билды, как я понимаю. Ну, если ты берешь билд, ты должен понимать, смотри, ты, допустим, в Reskin, при тебя играет 5 быстрых героев, а ты говоришь, сейчас, парни, секундочку, я делаю Midas, делаю Radiance, потом будем драться. В Тремль у тебя ломается Т4, и ты проиграл. Значит, твоя ошибка была в билде. Если ты берешь, ну, или там команда, что она там лишнего нафидела, неважно. Если ты берешь билд, который, там, я не знаю, армлет Даггер и пошел воевать, то ты вот молодец, ты правильно подобрал билд против героев противника. То есть здесь, возможно, Radiance был хорошим слотом, но позже. Хорошо, эта серия уже стала историей. Следом состоится еще одна. В Virtus.pro сыграют с командой Beast Coast, которые ранее были нам известны как Катабургеры. На интернешнале прошедшем они представляют Tech Infamous. Эта серия состоится у нас после небольшой паузы. Впрочем, перед этой паузой я напомню вам, что в рамках нашей трансляции, в рамках ESL One Гамбург 2019 проходит конкурс, а вернее уже его финал. MVF, Most Valuable Fan. Вы можете выбрать самого ценного болельщика киберспорта впервые в истории. Для этого переходите по ссылкам, которые вы можете найти в описании трансляции и в чат-боте. Выбирайте одного из трех финалистов, отдавайте свой голос и в финальный день турнира мы узнаем, кто победит и кто получит Mercedes A-класса. Впрочем, именно этим вы можете заняться в небольшой перерыв, после которого мы приступим к обсуждению следующей серии.